Лучшие российские научные журналы, отобранные по итогам тщательной экспертизы, нашли свое место на платформе Web of Science. Об этом на пресс-конференции 17 декабря объявили подразделения по научным исследованиям и интеллектуальной собственности аналитической компании Thomson Reiter и Российская научно-электронная библиотека и лайбрари. Web of Science – это поисковая платформа-онлайн-сервис, обеспечивающая доступ к реферативным базам данных публикаций в научных журналах с учетом взаимного цитирования этих публикаций. Платформа Web of Science разрабатывается и предоставляется компанией Thomson Reiter. База данных лучших журналов России – Russian Science Citation Index. Находясь на этой платформе, является отдельной базой данных, не входящей в основное ядро базы Web of Science Core Collection, однако она полностью интегрирована с поисковой платформой Web of Science. Работа по отбору лучших российских журналов для выведения их в поле зрения мирового научного сообщества велась почти два года. В базу Russian Science Citation Index вместо предполагаемой в начале тысячи вошло всего 652 российских журнала из более чем 5000. Интеграция ядра коллекции Российского индекса научного цитирования с платформой Web of Science, имеющей общемировую известность, значительно увеличит доступность российских журналов на международной научной арене. С этого момента десятки миллионов пользователей Web of Science со всего мира получили прямой доступ к Russian Science Citation Index, а российские исследования будут отображаться наравне с исследованиями из других стран. Размещение базы лучших российских научных журналов на глобальной платформе должно повысить качество российских научных публикаций в идеале до уровня международных стандартов. По словам эксперта по наукометрии Томсон-рейтер Павла Касьянова, сегодня даже англоязычные публикации в российских научных журналах, индексируемых в российской базе, цитируются незначительно, что, по-видимому, связано с их малоизвестностью в мировом научном сообществе. Перевод названий, ключевых слов и аннотации научных статей на английский язык и их размещение в базе данных, интегрированной с Web of Science, позволит преодолеть барьер неизвестности. Оценку журналов проводила рабочая группа по результатам многоуровневой экспертизы. Члены рабочей группы возглавили соответствующие тематические экспертные советы. Но было и нововведение. Наряду с тематическими экспертными советами работала общественная экспертиза, для проведения которой по каждому научному направлению были отобраны 10% ученых, имеющих самые высокие библиометрические показатели. Каждый эксперт оценивал журналы в компетенции своего направления, распределяя научные издания по четырем уровням качества. Всего было представлено 12 800 экспертных анкет. Показательно совпадение оценок, полученных журналами от рабочей группы и в ходе общественной экспертизы. Возглавлял рабочую группу академик Анатолий Григорьев, по словам которого, важнейшим направлением отбора лучших журналов было науки о жизни и медицина, которая в свою очередь разделилась на два с обособлением медицины и на то есть свои причины. ...было отобрано из большого массива данных и большого числа журналов 98 лучших. Это в области медицины и около 80 журналов в области life science. Причем в области медицины это были журналы и научные, и научно-практические. Нам казалось очень важно, чтобы и наши не только теоретики, но и клиницисты, те люди, которые нам с вами ставят диагноз, и нас с вами лечат, имели возможность и представить свои данные, и обучаться. Очень много молодых людей приходит в медицину. Очень с хорошим багажом после института, но по мнению наших ведущих специалистов, все время нужно учиться, все время нужно эти знания совершенствовать, все нужно дополнять то, что ты знаешь. И вот этому способствуют научные журналы, которые были отобраны. Вскоре после представления 652 журналов Russian Science Citation Index Совет по науке Министерства образования и науки России выступил с заявлением, в котором высказывается мнение о целесообразности замены существующего перечня высшей аттестационной комиссии, перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации, списком Russian Science Citation Index, которые существенно превосходят по качеству перечень ВАК. Как сказано в заявлении Министерского Совета по науке, появился список российских журналов, дающих гарантию качества включенных в него изданий, то есть выполняющих ту же функцию, которую призван выполнять перечень ВАК. А базовая коллекция Russian Science Citation Index, как заверили члены рабочей группы, будет обновляться раз в год. Одни журналы могут исключаться из нее, а другие включатся.